Первый канал и Красный квадрат представляют. Так, продолжаем нашу зарядку. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Ксения, просыпаемся. Пора уже. Так, молодцы. Хорошо. Хорошо. Следующее упражнение. Начали. Раз, два, три, четыре. Прогибаем спинку. Два, три, четыре. Ксюша, веселей. Достаточно. Спасибо. Ну и заключительное наше упражнение. Начали. Раз, два, три, четыре. Ксюша, упражнения делаем, а не маникюр рассматриваем. Молодцы, ребят. Хорошо. Закончили на сегодня. Счастливого вам дня. А вас, Собчак, я попрошу остаться. Что ты все меня мучаешь, а? Ксюша, ну как вообще зарядку не делать? Это все равно, что зубы утром не чистить. О, ну что мне твоя зарядка? Вот эти подышать, ручки вверх. Ну, ты же знаешь, я люблю экстрим. А это что это? Экстрим ты любишь? Ну, раз любишь экстрим, поедем во Францию на большие гонки. На большие гонки? Поехали! Мут сегодня лучше, чем вчера. Так говорил блестящий полководец Александр Суворов. Так собирается поступать и Старая гвардия. Первый полуфинал показал, что наши соперники были сильны, как никогда. Но все же на последних секундах мы сумели вырвать победу. И наши болельщики ликовали, как и сотни лет назад, ликовали герцоги Латаринги, когда побеждали в боях за древний мерц. Сегодня здесь вновь бушуют страсти. Четыре державы сражаются за кубок больших гонок 2009. Это второй полуфинал. Схватка будет непредсказуемой. Сражайся, как можешь. Побеждай, как всегда. Великие сражения после себя оставляют лишь камни. Первый канал представляет Большие гонки 2009. Большой полуфинал. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Добрый вечер. Дамы и господа. Команда из России. Большая семья. Капитаны команд. Мама и дочь. Людмила Нарусова. Ксения Собчак. Тренер команды. Ольга Слудская. Я не сомневаюсь, что сегодня будет самый яркий и драматичный поединок, который закончится восхитительной победой. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким. Когда ты счастлив сам, знай, что ты не победил. Сегодня в полуфинале самый необычный капитанский дуэт. На больших гонках еще не было случая, чтобы мама и дочь руководили командой. И сегодня блистательный сплав молодости и опыта в ответе за победу. Людмила Борисовна и Ксения – две противоположности. Дочь настойчива и упряма. Мать рассудительна и мудра. Обе окончили институт с красным дипломом и по сей день познают всю многогранность и искусство жизни в неутомимых поисках экспериментов. И сегодня Ксения и Людмила Борисовна в едином порыве будут стремиться к победе. Вы знаете, я хочу сказать, что если за дело берется большая дружная семья, то это точно победа. Конечно же, мы очень хотим выиграть и будем вас всячески подбадривать и очень будем за вас болеть. Так что бейтесь, до конца бейтесь, но берегите себя. Желаю вам удачи. Спасибо. Ксюша почти материнское напутствие сказала, не оставив мне такой возможности. Я могу к этому только присоединиться и добавить, что за вас болеет вся огромная страна. И я надеюсь, вот эта энергетика, которая сюда, во Францию, исходит и доходит, она вам и нам всем поможет. Итак, защищать честь России во втором полуфинале будут. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Кужела. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Маргарита Дробяско. Серебряный призер чемпионата мира по лыжным гонкам Александр Легков. Заслуженная артистка России, дрессировщица Карина Багдасарова. Актер Егор Пазенко. Телеведущий Дмитрий Шепелев. Резидент комедий-клаб Александр Незлобин. Актриса Дарья Сагалова. Мастера спорта международного класса по спортивной гимнастике. Сергей Башкин. И Борис Станогин. Кандидат мастера спорта по спортивной гимнастике Андрей Акимов. Капитаны команды. Член Совета Федерации Людмила Нарусова и телеведущая Ксения Собчак. Тренер команды Ольга Слуцкев. Генеральный спонсор программы компания «Витек». Наша команда вся в отличной физической форме. Так что я надеюсь, что победа будет действительно за нами. Потому что настолько важный матч, полуфинал. Мы просто обязаны выйти в финал и просто сделать все, чтобы прорваться сегодня. Тем более в нашей команде и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира. И укротительница тигров. И я думаю, что мы победим. Когда мама и дочь вместе, поверьте, они смогут свершить все, что угодно. Тем более, когда за их спиной находятся такие потрясающие ребята, которые сейчас в нашей команде. Я уверена, что мы победим снова и опять, потому что российская команда, она непобедима. Итак, дамы и господа, многие спрашивают, что сегодня будут пытать. Ну, возможно, и будут пытать, потому что французские организаторы придумали массу новых конкурсов. Поверьте, половину из того, что будет сегодня, вы раньше точно не видели. Итак, первый конкурс нашей программы. Я заикаю за... Экстремалы. Кодекс экстремалов гласит. Катайся так быстро, как только позволяет склон. В конкурсе участвуют три мальчика и три девочки. Задача игроков поочередно съехать на лодке с горки в бассейн, забраться на островом, затем преодолеть валики и выбраться на сушу. Поместает команда, которая показала самое лучшее время. Вперед, экстремалы! Вначале психологически страшно, особенно если вы давно не делали вот этих детских горок, но это не нужно бояться, потому что это, ну, даже весело, да. И чем более прямо будешь лежать в начале, тем тебя больше вынесет вперед. Просто кого не поднимает. Да, да, да. Главное, вот ошибку многие делают, начинают там какие-то движения и сразу тебя подтормаживает. То есть ты не успеваешь долететь до бассейна. А если ровно лежать, то ты долетаешь практически сразу. Итак, кто же заявлен в первый конкурс? Я вам с удовольствием объявлю. Серебряный призер чемпионата мира по лыжным гонкам Александр Легков. Актер Егор Пазенко. Актриса Дарья Сагалова. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Кужела. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Маргарита Доробязко. Кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике Андрей Акимов. Я очень рада, что команда «Большая семья» с капитанами Собчак и Нарусовой попала в полуфинал. И, конечно, будем за них болеть и желаем им победы. Стар! Раз, два, раз! Три, два, один, старт! И легко Саша Легков слетает в одну секунду. Ну что я говорю, в полсекунды оказывается на острове. Оказался и сам, и сам обалдел как. Доробязко. Вангарита. Хорошо. Вообще, в одной стороне высоченной красавцы. Егор Пазенко. Йоху! Просто, просто колбаской по малой спаске в воду прямо. Полтык. Вот сейчас будет пытаться подтянуться. О-о-о-о-о! Ну а что вы хотите? Те спортсмены. Егор, актер. Актер у меня обязательно как-то иметь такие банки, как скажем, как скажем у меня. Это Егор, да? Самый тяжелый. Да, вот как раз я думала, что Егору будет гораздо легче. Залез, залез Егор. Кто там летит, а? Улыбается. Кужела, по-моему, с улыбкой. Улыбается. Все время улыбается. Ты что делаешь? Я улыбаюсь. Ну а в принципе по жизни что делаю? Я улыбаюсь. Улыбается. Улыбается. И вот сейчас посмотрите, красавица. С улыбкой. Синхронистка. Ну у нее как раз вот получается, по-моему, потер... Ай. Давай, давай, давай. Давай, да. Без пары ей тяжеловато. Эх, мне бы в пару. Нельзя. Каждая собака знает. Ух. Андрюша Акимов. Вот то, что я вам говорил. Андрей Акимов невысокого роста. И вот здесь вот эта вот нехватка ростика может помешать. Ну, да. Пошла, пошла потеря времени. Ну, Андрюша Акимов нехватку, нехватку габаритов с лихвой компенсирует мышцами, подготовкой. Даша Сагалова улетела под остров. Интересно мне на Дашу посмотреть, что там творит Даша, а? Посмотрите, посмотрите. Сексуальнее всех Даша Сагалова выходит на эту дистанцию, но не очень. Но не... Да, 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 молодец. Подцепилась, подтянулась, все нормально. Все, Россия закончила. Очень хорошо. Мне кажется, это лучший результат в первом конкурсе. Это большой полуфинал целого сезона больших гонок. Очень хорошее время наше показывает. Стоп! Я думаю, что они были очень организованы. Они были точно, они знали все позиции. Они правильно расставили игроков и не суетились уже в самом бассейне. Молодец, Дашенька, потому что мы очень переживали, что она с ее не очень большим, скажем, ростом не сможет дотянуться. Андрей Акимов тоже невысокый. Да, но мужчинам всегда легче. Так что я считаю, что пока наши ребята очень хорошо себя проезжают. Я вот сделала, например, хитрость. Я уж не знаю, имела право или нет, но я зацепилась ногой за лодку. Я поняла, что так мне не дотянуться до этой веревочки. Вот, и просто с этой лодки перепрыгнула на эту таблетку. Зато как мы толкали девчонок, а? Это был самый приятный момент, это было конкурса. Я вообще считала, что мне легко будет, я потому что из бортика вылезала тысяча миллион раз. Просто тут кроссовки, они мокрые. Я думаю, я и брасом, кролем буду работать. Нифига вообще не получается. Они все набухли. Я просто думаю, класс. Мне, например, дико повезло. Я просто залетела с лодки на таблетку. Мне даже усилие пришлось прикладывать как-то точно в цель. Русские очень смешно барахтались, но показали неплохое время. Может, наши позаимствуют вашу тактику и выступят лучше. А сейчас посмотрите, как в конкурсе сыграли американцы. Надо сказать, что в прошлых играх этот конкурс американцы выполняли достойно. И вот первый участник задал хороший тот. И это доказывает, что американский тренер выбрал сначала грамотную тактику. А именно высоких и рослых парней пустил первыми. Двум игрокам все удалось, а вот девушка американская игру, увы, испортила. Время потеряно, и о лидерстве речь уже, конечно, не идет. Китайцы оказались более проворными, боролись изо всех сил. В куарах говорят, что китайцы поставили цель сегодня выиграть все конкурсы, чтобы сломить боевой дух соперников. И все вначале им удавалось, но как и у американцев, нашелся игрок в команде, который спутал карты и подвел всех участников. Моя знакомая Си Юнь Ли не смогла забраться на плод. Коллега по команде пытался ей помочь. А это, друзья, увы, дисквалификация. Ждем выступления белорусов. В этом конкурсе особенно видна сила команды Джунго, команда Китая. Смотрите, кажется, все наперекосяк. Человек упал несколько раз, кажется, уже неровный почек. И все-таки он цепляется за вот эту скользкую поверхность. И здесь особенно видна воля к победе. Выиграть у таких большая честь. Люди даже забывают, что это игра. Относятся к этому как к очень серьезному мероприятию. Только это хорошо, наоборот. Как будто бы вот действительно за олимпийское золото. И это, конечно, хорошо. Но выглядят угрожающе наши противники. Действительно, такие здоровяки. Действительно, в полуфинал наши противники выставили лучшие силы. Во Францию прибыли мощные китайские атлеты, которые не раз выигрывали Олимпиаду. На родине их подготовкой занимался олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Лоу Юнь. Три года назад он участвовал на наших международных соревнованиях, где выступал против команды легендарного Алексея Немова. Американцы тоже подтянули сильнейших. Буквально три месяца назад в подобных соревнованиях эти спортсмены одержали победу над пятью штатами. Белоруссия включила в сборную самых опытных представителей президентского клуба «Факел». Известно, что на олимпийские старты в Пекине вышли 29 стипендиатов этого клуба. Из них 23 спортсмена вошли в десятку сильнейших по итогам олимпийской программы. Финал близится, страсти накаляются. Не важно, кто ты, артист, спортсмен. Я, например, я артист, я иду в бой как надо, мне очень хочется. Меня порой капитан команды говорит, Леша, подожди, ну подожди, куда ты рвешься? Вот зачем тебе это надо? Но мне все равно надо за свою команду. Я всегда готов выступать. Три, два, один, старт! Итак, начинается конкурс для Белоруссии. Сразу, с места в карьер. Бол-бол, брызги в разные стороны. Многие спрашивают, господи, а зачем полетел он? Зачем он туда полетел белорусский мальчик? Я вам объясняю. Простейшая задача спуститься, зафиксироваться. И вот, когда вся команда спустится, перелезет через островок, дальше начнется подъем, перекидывание всех членов команды. Что? Да, всех членов команды. Да, всех членов команды. Через крутящиеся барабаны. Грохнулась вот эта белорусская девчонка. Помните, да, в больницу поступила. Бабка с диагнозом ушиб всей бабки. Вот с ушибом всей бабки вот эта девчонка долетела, долетела. Они все падают и падают прямо лицом в остров. На самом деле остров хоть и резиновый, но если ты придешь в его пидачку, мало тебе не покажется дырюжок. Вся команда белорусская внизу. И вот сейчас они, после того, как залезет вот эта вот девочка, все, девочка залезла, все, теперь начинают полдыхаться и переваливаться через пенопластовые колбаски. Как вкусно, пенопластовая колбаска. Пока, пока вся команда не перевалится через пенопластовые колбаски, а многие спрашивают, Дмитрий, а что за старик, что за крепкий старик ходит за вашей спиной? Я вам скажу, это рефери сегодняшнего полуфинала Оливье Гальян. Обязательно надо максимально настраиваться на серьезную конкурентную борьбу, потому что здесь не шутки, здесь серьезный спорт. Но дело не в том, что даже что-то доказать само себе. Самое главное, что за нами Россия. Дамы и господа, подведены итоги первого конкурса, и они таковы. Белоруссия 4 балла, Россия 3 балла, Китай 2 балла, Америка 1 балл. Вот то, что с самого начала они не первые, это лучше, потому что когда первые, они немножко успокаиваются. А сейчас у нас есть стимул рваться вперед. Когда 4 месяца назад началась игра, никто не знал, что ждет нас впереди. Сейчас, подводя итоги, российская сборная может гордиться. Мы лидеры по количеству побед. Мы выиграли 6 отборочных туров. Сколько потрачено сил? Сколько спортсменов, забывая, что эта игра, боролись на грани сумасшедшего риска? Сколько раз мы отстаивали свою правоту и противостояли коварству соперников? Сезон Больших Гонок 2009 близится к завершению, оставляя в книге наших историй побед яркие страницы. Жаль, что так промелькнули несколько... Итак, дамы и господа, первый конкурс с быком сегодняшнего вечера. Опасный груз. Друзья, это не сказка про белого бычка. Это испытание для тех, кто не боится разъяренных быков. Два мальчика от команды должны взять чемодан, пронести его через металлоискатель в центре и поставить чемодан на плот в бассейне. Подвох испытания в том, что все чемоданы разные по весу. Есть очень тяжелые и есть очень легкие. Если вы взяли чемодан, то отпустить его уже нельзя. Вперед, опасный груз. Добровольца есть? Как предлагаешь Эпелева за опоздание? В следующий раз тогда Дима не будет опаздывать. Понимаете, это не должно быть наказанием. Это должно быть искреннее желание. Мы ничего не скажем. Мы не скажем, как халва-чурек, приходи здесь в ковру, где все хорошо. Я всегда подозревала, что ты коварная. Мне очень нравится, как раз очень талантливый телеведущий. Но телевизионных передач мало, а талантливых передач много. Может, ты таким образом хочешь конкурента устранить? Нет, мне кажется, что слух пойдет, и в следующий раз люди уже не будут опаздывать. И ездить на большие гонки. Давайте я пойду. Вот, бра-бра-бра! А знаете, в чем нужно? Я знал, как произвести впечатление на девушек. Буквально вы сказали эти слова, и через секунду все равно я бы их произнесла. Конечно, я уже видел вот эту вот бубку. Я все, лучше. Александр Незловин. Итак, дамы и господа, есть те, кто будет принимать участие в первом конкурсе с быками. Резидент Камеди Клаб Александр Незлобин и телеведущий Дмитрий Шепелев. Я открою вам небольшой секрет. Я вот только прилетел полчаса назад сюда, во Францию, поэтому я еще даже не понял, что происходит. Я даже не успел испугаться. Давайте поговорим после того, как я выйду. И тогда я всем расскажу о страхе, о том, бывает ли он мокрым и вообще успел ли я испугаться. Знаете, по костюму это похоже на «Слава Богу, ты пришел». Но это вам нифига не юмор. Это большие гонки. Здесь смерть, страх и эмоции. Юмор, риск и усталость. Удача, случай и девочки. Ни Дима, ни Саша ни разу не выходили к ГБК. Ни разу. Они даже не видели. А я хочу, я очень хотела бы посоветовать мамам наших ребят сейчас отвлечься и не смотреть на этот конкурс. Я по себе знаю, как это страшно. Когда Ксюша была в цирке, я помню это. Стоило мне это вообще... Ну все, пошли, мам. Все, богом. Выпускайте «Бычка». Вот, насколько я понимаю, первый чемодан. Мне кажется, что он легкий. Так, Саша быстро пробегает. Ой, молодец! Все, первый чемодан уже есть. И мы уже быстрее белорусской команды. Не сплать, не сплать, я боюсь говорить заранее. Пока. Молодец! Молодец, супер. Так, мы уже идем на второй чемодан, а белорусская сборная бросила чемодан. То есть они, я так понимаю, пошли за другим. Обрати внимание, «Бычка» на страже белорусского чемодана. Может, это и хорошо, мама? Но с «Быком» мы не договаривались, явно. Белоруси пытаются дотащить второй чемодан. Так, теперь Дима, Дима, Димочка, осторожнее. Посмотри, какие уловки делает Дима. Дима пытается привлечь внимание «Быка». Надоело хорошо жить. Кошмар, кошмар! Дима, береги себя! Да, Дима начал геройствовать, мне кажется. Так, 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 Дима, застынь, застынь, Дима! Ты ближе, ближе туда, Дим! Дима остался практически один на один. Вот он начинается корида. Второй чемодан есть! Второй чемодан есть в нашей команде, осталось три. Так, Дима как-то, по-моему, неправильно поставил чемодан. Ну все, все уже в порядке. Ольга подсказала, все, два чемодана у нас есть на плоту. Ну все, понимаете, гигает «Быка» не всегда будет думать о праве. Сейчас, надеюсь, будет третий. Он утопил чемодан, а чемодан нужно на острове. Молодец! Стоп! Александр делал все хорошо. Вот я сейчас только был удивлен тем, как выглядел «Бык» на арене. Потому что я такого еще не видел, чтобы «Бык» залезал на лестницу и рогами поддевал на лестницу нашего участника. Он на меня даже бросился, ты видел? Да, он прямо на него успел. Как, я нормально смотрелся? Ты супер. Класс, и ты тоже молодец. Спасибо, как всегда. Лучшая пара. Как оцениваете, девочки, работу нашей команды? Это чемодан, который первым, одним из первых, Дмитрий опустил в бассейн, но, видимо, в этом... Его и не засчитали, да? Его не засчитали, потому что он его в бассейн положил, утопил. Какая наблюдательная. Но дело в том, что, на мой взгляд, это не очень... Мышь не проскочит, я смотрю, а? Да, да. Все серьезно. Что я еще заметила, что ребята, которые, в принципе, вот французы, которые должны отвлекать внимание «Быка» на арене, когда сложная ситуация, почему-то, когда «Бык» преследовал именно нашего спортсмена, ну, не спортсмена, а участника, они не очень отвлекали. Вот они, двойные стандарты. По-любому мы отыграли отлично. И, видимо, сильных не особо любят, поэтому нам два чемодана не засчитали. Нет, ну, это понятно, Валя, но потом надо признаться, что там действительно страшно в варьере. Вы молодцы, правда. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Мы вас боились, мы гордились, правда. А я пойду рассказать Николаю Николаевичу Дроздову о том, что у этого «Быка» косоглазие, уникальная порода. Спасибо огромное. Спасибо вам. Самое приятное, что девушки обнимаются. Мамам, мамам скажите. Жалею тебя. Успокойте мам, пожалуйста. Мамам, все в порядке. У меня еще второй конкур с «Быком». Внимание, выпускайте «Бычка». Итак, дамы и господа, начинается поединок. И надо заметить, что вес одного-одного чемодана, одного чемодана, может колебаться от 5 до 35 килограммов. И ты, хватая чемодана, они выстроены по порядку. Ты не можешь знать, какой это схватит. Посмотрите, как тяжело идет американский парень. Это то, о чем я говорил. Вроде бы изящный, красивый чемодан, но весит 675 килограмм. Да, парень еще слабенький. Пши-пши, говорит следующий американский солдат. Французскому «Быку», дескать, пши-пши. Ну, «Быку», вот это, на твое пши-пши, твое растереть просто. Ничего не получается у американцев. По крайней мере, я не вижу американского багажа на финишной прямой. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, просто у меня глаз замылился. Ох, ема, что творит, а? Китайцы, я вижу, бегают. А американцы, нет, нет, не может пересилить свой страх. То, о чем мы говорили несколько минут назад, не может пересилить свой страх американский игрок. Вот, загнал американского парня, американского игрока, французский бык, на забор. И не клеится, не клеится игра у американцев. То тяжело она идет и у китайцев, но она идет. Как два брата, как два брата Чингачгука пытаются сейчас спуститься вниз. И китаец, и американец. Позади точка, точка, рогом, рогом получил китайский спортсмен. Очень тяжело, очень тяжело, тяжело. Вы знаете, бывает даже легче, когда бык постоянно работает, постоянно в атаке. Ну, здрасьте. По-моему, я стал привыкать, привыкать к земле стал. Ничего, вот так вот, в клубах дыма и в комках земли и грязи работаем мы на передовой. О-о-о, вот это животное. Ведь участие быков на этих площадках, это тоже, это шоу. Убегает американский, хотел сказать, герой. Но так как он убегает, ну, конечно же, не очень геройски бежит, назад возвращается. И ни американцам, ни китайцам в этом забеге с быками уже ничего изменить не удастся. Очень сильные соперники китайцы, потому что у них есть две основные вещи, в которых они сильные. Это акробатика и эквилибристика, да, то есть все, что есть изначально, им дано природу. Они как рождаются, сразу делают сальто, сальто, фляг и вперед. Китайскую сборную в этом сезоне можно считать одним из главных претендентов на победу в большом финале. Однако по количеству побед китайцы все-таки уступают белорусам. Особенно не везет братьям из Поднебесной в конкурсах с быками. Впрочем, не везет не только им. Хорошо, когда дело заканчивается лишь ненабранными очками. Но все мы знаем, где быки, там серьезные травматические повреждения. Я был первым, кто пошел на быка. Нас предупредили, что это будет коровка маленькая. Я взял конфетку, чтобы ее привлечь по запаху. И вот так стоял. И потом помню, как летал где-то секунд пять. Потом чутился в больнице с ребром, с коленом, с этим. Зато встретил вот эту женщину, девушку моей мечты, мою любимую. Да, действительно, Владимир Пресняков и Наталья Подольская нашли любовь именно на съемках программы «Большие гонки». С тех пор влюбленные не расстаются уже четыре года. А на «Большие гонки» приезжают как болельщики. И по этому поводу шутят. Не везет с быками, повезет в любви. Леди и джентльмены, подведены итоги второго конкурса. И вы видите их на своих экранах. Россия два балла, Америка один балл, Белоруссия три балла, Китай четыре. Таким образом, пять баллов Россия, два балла Америка, шесть баллов Китай и семь баллов Белоруссия. Ну что делать? Ну у нас всегда немножко плохо начинается, да. Плохо, но потом мы разгоняемся и потихонечку к последнему, я думаю, мы наберем. Итак, леди и джентльмены, следующий конкурс нашей программы «Сокровища нации». Доброе имя «Дорожий сокровищ». Чтобы его сохранить, надо сначала победить. Главная задача игроков преодолеть вращающийся подиум. Опасность в том, что на нем находятся представители другой команды. И сбивают, сбивают игроков тяжелыми грушами. Кто сумел прорваться сквозь тяжелую артиллерию и прихрепить на стенд как можно больше частей секретной карты, тот побеждает. Дерзайте, ребята, сокровища ждут. В любом случае, я думаю, что мы эту задачу решим, и как минимум второе место мы должны занять в этом конкурсе. Нет, давай не терпим. Не терпим, не терпим, не терпим. Вы нас не сбивали. Конечно. Я думала, что у нас в команде так много мужчин. Нам нужна одна победа. Хорошо, когда говорят, что мы за ценой не постоим. На вашу большую цену. Что ж, мы зря приехали, что ли? Конечно. Не терпим столько на победу. Я сказала, что невозможно тебя расстраивать. Конечно. Я же знаю, какая ты трогательная, какая ты нежная. Что уж ты так прямо создаешь и оранжерейные условия? Мы, мы... Мы просто таким образом соперников сглавим. Конечно. Просто если мы проиграем, если Ксюшка все-таки разозлится, я нам не рассердится, я бы так сказала. Я вам не завидую. Они покажут, когда вы. Но хуже всего будет мне, поэтому я возьму все на себя. Я очень люблю Ксюшу Собчак, во-первых, потому что мы с ней из одного города вместе, из Санкт-Петербурга. К сожалению, мамы не так хорошо знаю, а Ксюшу вообще. Я очень рада, и они настраивают нас так хорошо. И действительно, очень приятно их видеть в нашей команде. Шесть секретов для маленькой компании. Никаких секретов я не делаю из фамилии участников, которые будут биться за честь России в ужасающих костюмах жирафиков, слоников и крокодильщиков. Серебряный призер чемпионата мира по лыжным гонкам Александр Легков. Актер Егор Пазенко. Дрессировщица Карина Багдасарова. Актриса Дарья Сагалова. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Кужела. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Маргарита Доробяц. Но, собственно говоря, есть надежда, что наши жирафы выше и сильнее. Я могу сказать точно, 100% уверенностью, что здесь мандраж присутствует. И это самое главное. И из-за этого понимаешь, где ты находишься, на каких соревнованиях, что это международные соревнования, и здесь так тяжело. Выбрана ли тактика командой вот в этом конкретном очень сложном конкурсе? Тактика здесь может быть только одна. Не упасть, Дмитрий. Вот, мне кажется, главная тактика. Тактика следующая. Если не удастся избежать столкновения с грушей, то надо ее атаковать, а не уходить от нее. Что думает наимудрейший? Я думаю, что атаковать грушу по принципу против лома нет приема. Поэтому все-таки лучше от нее пытаться увернуться. Ну, а дальше как карта ляжет? Я таких умных женщин знаю единицы. Я думаю, что они все расписали досконально, до мельчайших деталей. И если все будет выполнено по их плану, то мы обязательно победим. Россия! Россия! Три, два, один, старт! Все, там старт побежали. Наши я не вижу, к сожалению, вот за этими обломанными бивнями. И бивни ли это? Бежит ли? Кто это из наших бежит? Пока получается обошел одну бомбу. Ну, вот и Саша легко бежит. Легко бежит легко. Легко бежит легко. Тяжело бежит тяжело. Ну, ну, ну. Осталось замкнуть круг. И он это делает. И американская... Ай-яй! Ну что ты будешь делать? Почти весь круг сделал. Взбивает нашего солдата. Ничего, ничего страшного, ничего не произошло. Кто это? Кто это в образе? Жарафенка бежит. Ну, кто это, а? Это Рита. Рита Гдробязка. Сидит. Хорошо сидит. Длинные ноги, длинная шея. Хорошо сидит, падает. На самом деле, знаете, можно улыбаться, можно смеяться, можно просто хохотать. Ничего не получается. Хобот на боку. Уши в узлом бежит. Егор. Бабах получает стулю. Такой удар вот этой груши, что, естественно, и без того загнутый хобот закидывается. Прощальный клич. И Егор оказывается во враге. Что это за страшный бегемот? Ха-ха, это Оля Кужела, красавица. Пытается встать, но ой, как нелегко вставать. Вот девочкам как-то не ведет в этом смотри-конкурсе. Они сразу... Да, мальчикам, к сожалению, тоже. Держат, держат книжку. Книжку, раскраску под мышкой, под грудью. Получает ужасающий бегемочий в рот и улетает. Не ладится, пока игра нашей команды. Снова легко вбежит, легко вбежит, легко. Но он уже может просто не бежать, а лежать. Поскольку, увы, время для нашей команды и стекло. Ну, ну, ну что? Увы, расстроены мы, потому что вот последний лыжник, чемпион мира, смог все-таки преодолеть и груши, и вертящийся круг. Но буквально ему несколько мгновений не хватило, чтобы табличку прилепить на стенке. Я не знаю, может быть, и мое личное мнение, но крутилась эта штука, по которой мы бежали с такой скоростью, что просто было нереально. Ну, если мальчики не смогли добежать, что говорить про девочек. Как так вышло, не знаю. Я переживаю, что не смог. Или я ставил на себя ставку, то, что я сделаю обязательно. Второй раз сделал, но времени не хватило. Девчонки, если бы чуть поменьше падали, было бы вообще великолепно. Когда ты падаешь, стать вообще невозможно. На самом деле, просто нереально. Обидно от того, что не смогли, конечно. Наверное, плохо подготовлены. Да нам надо было идти с тобой, я не знаю, что делать. Валька, говори, что нам с тобой. Нет, вот как сейчас они? Как сейчас Савчак? Ну, все-таки нервничает. Давайте резюмируем. Сложный конкурс, ничего не скажет. Если у тебя нету вестибулярного аппарата, он не возьмется вдруг. Даже если ты чемпион мира, даже если ты олимпийский чемпион, ты не мог в своей карьере учесть того, что тебе придется бежать в костюме жирафа. Друзья, старт для Америки. А сейчас на ваших экранах яркие моменты игры соперников. Посмотрите, как белорусы сбивали американцев. Первый же американский морж. Улетел в бассейн, вот он ответ братьев-славян. Всю свою мощь они вложили в удары грушами и забавные зверушки. Один за другим улетели с крутящегося круга. Пройти дистанцию удалось лишь одному везучему моржу. Китайцы, наблюдая за происходящим, дождались своей очереди. И когда пришло время сбивать белорусских игроков, игра в корни изменилась. Белорусский слоненок сразу же улетел. Впрочем, это была отнюдь не меткость китайцев. Французские организаторы очень сильно ускорили круг. И вот он результат. Да, иногда нужно быть готовым именно к коварству со стороны устроителей шоу. Впрочем, игра не получилась и у остальных участников. Улетел жирафенок, бегемотенок, боролся. Но тоже, увы, безрезультатно. Ждем, когда наши игроки будут вздевать китайских. Сейчас будет конкурс, когда наши будут толкать. Не знаю, я уже расстроена. Я думаю, ничего, Ксюша, уныние это плохо. Я думаю, что весь свой нерастраченный победный энтузиазм ребята вот в это толкание сейчас должны быть. Если бы мама мне с детства так говорила Димуле уныние, это плохо. Может быть, сейчас на этом месте бы... Представьте, как бы нас объявили. Дмитрий Собчак и его мама Людмила Нарусова. Прекрасно. Дмитрий, это место уже занято. Извините, да. Извините. Но у тебя есть шанс стать моим сыном. Это что-то новенькое. Почему сыном, Людмила Нарусова? Ну, родственникам. Я понял, что вы настолько молоды, что мне пока ничего не светит. Вы о спорте думаете, о чем вы все разговариваете. У нас команда проигрывает, а вы все понимаете, вот это хихи-ха-ха сыном-дочкой. Мы будем делать все, что мы можем. Мы будем делать все, чтобы мы победили. Естественно, мы волнуемся, но все равно мы знаем, что мы первые, что мы сильные. Смотрите нас, болейте за нас. Вперед, Россия! Три, два, один, начали. Наши начинают бомбить китайцев. Скажите, есть ли у вас хобби? Да. Я вечерами люблю бомбить китайцев. Ну, конечно, шуточный. Ну, шуточный. Шуточная бомбежка. Только сказал капитан, не отпускай грушу, и наши сразу ее отпустили. Отпустили, все. Все. Побежать надо. Мы бомбим китайцев, и ничегошеньки у нас не получается. Очень тяжело следить французских организаторов. И белорусам, и американским не меняются китайцам. Внутри команды людей, вы понимаете? Отличить их практически невозможно. Как они не могут отличить нас, так мы не можем отличить, увы. Не можем отличить китайцев. И у них в команде может быть по 60 человек. Хотя, мне кажется, я надеюсь, что этого все-таки не происходит. Вышибают, по-моему, все-таки китайского слона. Карина Багдасанова. Молодец! Да, да, молодец! Бери! Если она плёточкой, плёточкой застегала тигра, который уже отгрыз брату ухо, локоть, она его просто плёточкой отогнала. То сбить бомбой китайского сморжа ей вообще ничего не стоит. Молодец! Красивая женщина. Мне нравится она. Пойду познакомлюсь. Опа! Испугалась здесь, как ненормально. Дагиев пошёл знакомиться. Багдасарова. А вести кто будет? Пушкин! И дай бог! Ещё одного, ещё одного сбивают Саш Легков, ещё одного китайца. Но уже результат лучше, чем у наших. Поэтому нам лишь остаётся надеяться, что дальше будет у китайцев хуже. Хотя время ещё есть. Вообще, конечно, когда лупят здоровые мужчины по миниатюрным девушкам. Знаешь что, спорт есть спорт. Здесь нет гендерного подхода. Нет. Уже ничего не успеть, но это результат лучше, чем у нас. Увы-увы. Стоп! Молодцы! Молодцы! Вообще, на самом деле, я против того, чтобы зверей били боксёрскими грушами. Это неправильно, это нехорошо. И наши не могли позволить издевательства над животным миром. Это их протест против вот такого насилия над животными. Спасибо вам, ребята, что вы не ведётесь на такие неправильные конкурсы. Здесь сработали ребята хорошо. Здесь хорошо. Били, сильно били. Мы стояли на подходе, я могу гордиться, я свалила лично одного китайца насмерть. Посмотрим, какой будет результат. Я надеюсь, хотя мы будем, ну, во всяком случае, в первой двойке. Я очень надеюсь. Или серебро, или золото. Посмотрим. Болеете за нас. Мы стараемся, как можем. Вперёд, Россия! Смотрите большие гонки на первом. И так, дамы и господа, подведены итоги прошедшего конкурса. Они таковы. По два балла Белоруссия и Россия. По четыре балла Америка и Китай. Таким образом, шесть баллов Америка, семь Россия, девять Белоруссия и десять Китай. Я не буду вас больше успокаивать. Говорит, что лидера пока нет. Все идут очень ровно. Есть лидер, есть. Победу определяет вера в себя, вера в партнёров, которые с тобой рядом участвуют. Это, наверное, самое главное. Тот, кто не верит, что можно победить, тогда не надо выходить на площадку, на любые соревнования. И, конечно, очень важна в спорте удача. Станислав Ерёмин в детстве никогда не думал, что станет заслуженным тренером. Он просто любил спорт. Хотя отец Станислава был уверен, его сын будет большим спортсменом. И оказался прав. Ерёмин – признанная звезда баскетбола. Выступая за ЦСКА, Станислав вводил своей стартовой скоростью соперников просто в шок. Испанцы прозвали его гроссмейстером баскетбола, а итальянцы – грозой Европы. Закончив карьеру игрока, Ерёмин стал тренером. И вот уже на протяжении 20 лет он прокручивает в голове баскетбольные комбинации. И считает, что главное – верить в людей и отдавать себя на 100%. Это залог больших побед, которых в жизни Ерёмина больше сотни. Когда исполняется гимн России, у меня всегда мурашки бегут по спине. Я думаю, у всех, кто стоял на пьедестале, это ощущение остаётся. Не забывайте, что за вами Россия, которая переживает, болеет за вас. Только победа. Итак, дамы и господа, следующий конкурс программы. Как вы понимаете, вновь быки, вновь травмы, песок, слёзы, разочарования. Но надеюсь, что в результате победа. Конкурс называется просто «Счастливый случай». Не везёт любви, повезёт в игре. Внимание, я достаю из жалких штанин, простите, я достаю из мешка шарик с номером. Девушка по команде в микрофон объявляет выпавший номер. Задача игроков – найти в бассейне, который стоит в центре арены, тарелочку с таким же номером и таким же цветом, что и форма игроков. Но искать заветные цифры будет мешать дикий бык. Побеждает тот, кто принёс тарелочек больше. Ни пуха вам, ни быка, ни пират. Вы играли в спортлото? Это что-то денежное. Но вы покупали билеты в спортлото? Нет. Когда? А ты? Играть в азартные игры? Не рекомендуется, да? Не надо. А здесь будем с быком играть в азартные игры? Это уже гораздо лучше. Это чище и легче. То есть шанс, что бык он и бык, понимаешь? Окей. Хорошо. Тогда мне нужно два молодых человека. Кто доброволец? Опять не злобя. Жребий, жребий помог мне выйти сразу в полуфинал. Ну, знаете, такое бывает. Я отправил смс-ку и всё получилось. Я, конечно, считаю, что новичкам везёт. И судя по тому, как Незлобин Саша выкрикивал, что ему вообще не страшно и что он всё победит, то есть мы его прозвали героем и надеемся, что он покажет, что он способен и действительно докажет, что он герой. От команды в этот конкурс заявлены телеведущий Дмитрий Шепелев, резидент комедий-клаб Александр Незлобин, бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию Маргарита Доробяско. Я начитался в последнее время огромное количество историй про отважных ковбоев, которые за минуту умеют укращать корову. Знаете, как это происходит? Выпускают бешеную корову, которая чем-то похожа, мне кажется, на нашего быка. И после этого выпускают такого же бешеного ковбоя, который ровно за минуту должен обмотать её лассо. После этого из кармана он достаёт бутылочку, которую принёс с собой, и эту корову доит. Всё это он должен сделать ровно за минуту. Я намерен побить сегодня этот рекорд, несмотря на то, что это не корова-бык. Команда готова, и я думаю, что наши замечательные ребята смогут обаянием своим взять эту корову. Дай-то бог, дай-то бог. Ну что ж, капитан команды надеется, что обаянием можно будет взять быка. Я не хотел разочаровывать. Обаянием здесь ничего не сделать. Здесь, видимо, придётся мастерством и, увы, умением. Я уверен, что у нас всё получится. Девочки, дорогие ребята, за вами мы, за вами страна. Будьте большими молодцами. Нам проигрывать нельзя! Мы крутое, мы семья! Ура! Выпускайте, бычка! Ух-ка! Вот и всё! Вот и появилось животное животное! Чёрт просто! Чёрт! Что сейчас происходит? Ах! Просто! Просто смешно! Вау! Попадает под раздачу нашим резидентам! Александр Незловин! Всё, дорогие друзья! Ох, а нет, нет, это Дима Шебелев! Потрясающая драматургия! Посмотрите, животное оказывается в бассейне. Ой, кошмар! Кошмар! Это называется быстрее упорством. И игра моментально остановлена, поскольку, безусловно, безусловно, мы должны спасать. Просто спасают животное. Тут же в бассейн заносится специальная лестница, которая будет помогать животному выбраться на берег и не утонуть. Игры играми, игры играми. Но как только в опасности находятся и животное, в том числе, не только игроки, участники конкурса, сразу программа останавливается и начинается, в общем, битва за жизнь. Посмотрите, что происходит. Посмотрите, потрясающие драматурги, просто потрясающе пытаются вытащить на берег быка. И мне уже сейчас жалко, что я назвал его чертом. Дыно его к черту жил бы. И только живи, чертяга! Что делают в этом году с быками? Что они захотят купаться. То ли они очень горячие, то ли им так нравятся наши мужчины. Ну, в общем, на самом деле, очень страшно, экстремально. И мы, как женщины, вдвойне переживаем за то, что происходит на ринге. Ты жив, да? В тебя попадает бомба, да? Он целится в меня, да. Я говорю, Санька, давай вперед, а бык летит на меня. Ты будь аккуратнее, не дай господи, не дай господи, мало ли что, да. Судя по тому, как он резво бегает, бассейн его пыл не остудил. Он искупался и стал еще более бешеным. Он пригоняет всех людей по кругу. Я боюсь, что сейчас нам придется трудно. Но мы должны победить. Друзья, это вторая попытка. Сейчас выйдет бык, и я желаю вам удачи в поиске счастливого номера. И вновь выскакивает животное. Самое интересное, что на безопасное, как им кажется, место стали участники. Сынок, на краю бассейна. Ну, здесь бык ведь не дурак, а прыгает в бассейн. Да нет, как выясняется, бык дурак. Все, гердык получает такой удар. Кто получает удар? Получает удар американский. Игрок... Слушай, какой-то бык-маньяк. Да, да, да. Он прямо ему в бассейне хорошо, ему там полюбилось. Он прямо сразу... Бык ласточкой сразу в бассейн. Выходка дикого животного для американского спортсмена обернулась тяжелым ушибом. Участник получил молниеносный удар рогами прямо в живот. Пострадавшие жалуются на острую боль в брюшной полости и головокружение. Игрока вынуждены были госпитализировать на диагностику. Необходимо определить, есть ли внутренние гематомы и насколько серьезно задеты внутренние органы. Французы тем временем загнали бешеного быка в загон. Я думаю, что организаторы правильно сделали, чтобы поменяли быка. Я думаю, это разумное решение, потому что предыдущий бык был очень агрессивен, и это было очень опасно. Для наших браков и для американцев тоже. Так что ребятам нужно сконцентрироваться. Ставьте нормально, спокойно работайте. Продолжайте так же. И будьте внимательны, чтобы не получить травму. Выпускайте бычка. И вновь выходит, черт, сухой черт. Сколько их там? 44! Дробязка объявила 44. Огромный просто. Огромный бык. И очень злой. Видимо, кто-то за ним хорошо ухаживает. Помните, да, что у самой заботливой в мире девочки хомячок весит 22 килограмма. Ба-бах! Незлобен. До этого-то он был незлобен, а теперь он просто после такого удара, я говорю, был незлобен, стал не каковский. Почему? Ну, потому что. А где он тебе попал? Скажу. Вот это шутки, шутки. На самом деле, достаточно смело, самоотверженно, незлобен. Ну, прокуливается. В песочнице. Дескать, а я здесь ничего и не ищу. 44. Что такое 44? Ура! 44! Ребята, если кто видит 44, пожалуйста, шепните, где искать. Ничего не получается. Очень страшно. Очень страшно. 44 нашел, нашел американец и все. И вешает. 57. Объявили. Наш пытается искать. Кто это ищет? Дима ищет. Да. Хорошее животное попалось. Спокойно. Нашел 57. Не, не нашел 57. Давай, давай, ройся, ройся, ройся. Нельзя по забору! По забору нельзя. И кидать в животное тоже нельзя. Опа! Убегает американец. Убежал, убежал. Удалось убежать. Хотя было там легкое какое-то нарушение. Что-то по забору он пытался проползать. Объявляется. Следующая цифра. 90. Давай, давай, Дима. Нашего увидел бык сразу. Выцеливает. Добегает. Пытается подать. Спортсмены мощно, смело сидят на заборе. Ох, мячиком попали по животному. Удивительно. Любит. Любит не только попадать, но и поиграть. Ах ты. Как говорил мой сосед дядя Петя. Самое страшное в жизни это банка тушенки. Сверху жесть, а внутри мясо. Это очень страшный конкурс, когда нужно искать эту цифру, а быка на тебя смотрит. Ну вот не Саша, а не Слабин молодец. Вообще зайти туда и пытаться вырвать эти номерки у этого быка, они гени в любом случае. Один номер, это тоже очень хорошо. И спасибо вам, ребята. Мне казалось, что этого номера вообще нет в бассейне, потому что все беленькие я перевернул, на все посмотрел, и его нет. Как? Посмотрел, да где он может быть. Я уже пытался ногами их всковырнуть, чтобы их было все видно, но... Здесь же действительно, ну, вопрос удачи. Вытащил, не вытащил. У нас вот перебрал Дима половину этого бассейна и не вытащил. Да, ничего не было. Согласна, ничего. Выпускаете, бычка. 42! Итак, 42 звучит. Испугался для нас. Нет, вообще не забываю, что мы с белорусами говорим на одном языке. Пока не лазится у игроков. Лежит потрясающую тактику, выбирает белорусский игрок. Он просто лежит, он затих. А китаец не дурак. Китаец порылся, нашел и побежал. Побежал и еще и убежал, в отличие от белорусского спортсмена. А тот на заборе залезает. Ну, все. Оба игрока сделали игру. Удивительные животные в этом году. Они ныряют в бассейн. Они залезают на подиум. Вообще, они ведут здесь себя как абсолютные хозяева. Ну, хотя они и есть хозяева. Ведь мы находимся с вами во Франции. Посмотрите, пока белорус бегает, китаец... А китайцу некуда деваться. Его все равно вернут в Китай. И там все скажут, ты чего, в песочнице не нашел цифру? 57. Опа! Следующая цифра родилась. Потрясающе. Потрясающий конкурс. Бессовестные быки им затоптать. Что белоруса? Что китайцы? Для них пхут. Два раза. Здравствуй, да. Что это? Людмила Борисовна, если бы вам выпало идти на какой-то конкурс, что бы вы выбрали? Быков в воду? Жирафенков? Ну, явно не быков. Вы знаете, это... Не ваше? Увы, не магия. Людмила Борисовна, вы, женщина, 12 лет в парламенте. Вам ли боятся каких-то французских бычков, а? Ну, я не знаю. Что мы с вами таких быков повидали? Это верно. Если родина скажет надо, то и на быка пойду, конечно. Ну, большие гонки – это состязание людей, которые достигли чего-то в своей жизни. И здесь они показывают, чего они могут добиться в таких неординарных соревнованиях. И я считаю, что соревнования людей, шоу-бизнеса, спортсменов вместе, они все-таки вроде олимпийских игр. Результаты таковы. Один балл Беларуси, Лохам, два Россия, три Америка и Китай, четыре балла. Таким образом, цепочка баллов такова. По девять баллов Россия и Америка. Десять Беларуси, Китай – четырнадцать баллов. Это лидер. Лидер сегодняшнего большого полуфинала больших гонок 2009 сезона. Будет очень тяжело сейчас, потому что китайцы, я знаю, выстроили самую крепкую команду сегодня. Ну, шанс есть, безусловно. Я впервые на больших гонках, ведь я приехал из Италии. Я просто поражен, какой дух царит на этих соревнованиях. Это здорово, признаюсь, я болею за русскую команду. Болельщики наши держатся и поддерживают нас так изумительно. Такой флаг достали, это просто как на футбольной трибуне. Такое ощущение, что мы сидим на футбольной трибуне. Это здорово, вообще классно. Мы здесь, мы здесь, мы всегда так вот, мы что-то проиграем, проиграем, но потом все, ну-ка, собрались, ребята, и оп, выиграли. Посмотрите, впереди еще один конкурс, так и произойдет наверняка. Остальные команды просто не выйдут на поле. Чем мы подходим к этому финальному конкурсу? Ну, очень будет сложно обыграть всех в этой гонке, ну, сложно будет и быть не последней вообще. Поэтому у нас задача минимум обыграть голову. Итак, дамы и господа, следующий конкурс «Час Икс». Час Пик. Стоят девчонки, стоят в сторонке и готовятся, чтобы не упасть. Ведь на ковре с вращающимися под ним валиками надо удержаться как можно дольше и не упасть в мыльную пену. Испытание проходит на выбывание. Участвуют четыре девушки по одной от каждой команды. Кто стоит не в сторонке, а на движущемся ковре, дольше тот поместает. Милые девушки, настал час Пик. Что же заявлен в этот конкурс от нашей команды? Трессировщица, заслуженная артистка России Карина Багдасарова. Всё, такой вот конкурсец. Всю жизнь мечтала о таких роскошных формах. Худею, худею, живу в проголодь, а тут оказывается так красивее. Я Карину знаю с детства, когда ещё и отец Михаил Багдасаров с тиграми выступал. Мы приходили в цирк снимать его, а они бегали с Артуром мальчиком и девочкой. Это мои племянницы и племянник, можно сказать. И поэтому я сейчас уверен, что Карина проявит всё, своё мужество, смелость, ловкость, решительность. У неё потрясающий характер. Твоя задача, чтобы белорусы были за тобой, чтобы ты у них выиграла, это задача минимум, а задача максимум, чтобы выиграть у китайцев и заработать 4 очка. Если падаешь или что-то, топи Беларусь. Топи всем. Я должна остаться на ковре. Ты должна остаться, ты должна всех утопить, а сама остаться первой. Кариш, ну постарайся вырвать нам победу, постарайся, потому что у нас большое отставание, но надеюсь, что всё будет хорошо. Хорошо. Удачи, Россия. Вперёд, Каришка, я тебя люблю. Давай, моя хорошая. Россия! 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 Три-два-один, начали. Гол, скомандовал Оливье Гонян и пошёл клоу. Боже мой, боже мой, девочек, девчонок. Четыре девочки, четыре девчонки заставить ползти на карачках. Наши карачки оказываются неплохи. Молодец. Карита Бакнацарова перебирает всеми четырьмя карачками. Ползёт, ползёт белорусская, всё. Белорусская карачка оказывается в пенной ванне. Ползёт, ползёт наш. Тяжелейший конкурс. Американка уже тоже падает. Ага, наша падает. Третий, и это очень-очень хорошо. Чуть-чуть ей не хватило. Чуть-чуть. Каринка, молодец. Капельку. Опа. Карин, ты можешь встать с колен, если тебе удобно. Всё. Удобно, да? Смотри, единственное, что... Может быть, с ней. Знаешь, что и тайская спортсменка делала, может быть, даже правильнее. Поэтому она в конце осталась быстрее. Она быстрее и так активна. Мы желаем ей сейчас огромной удачи, потому что они сейчас ещё раз поползут. Вот, девчонка, вперёд давай, Кариночка, будь умничкой. Мы валяем за тебя. Россия! 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 Три, два, один, запускай. И вновь объявлен старт. Я вам объясню, почему все спортсмены вновь, спортсменки вновь на дистанции. Два забега придумали так французские организаторы. И по итогам двух забегов результаты плюсуются. Да, они в самом начале сказали, каждый бежит только по дорожке своего цвета. А если человек дальтоник, как тот мальчик Петя, который, будучи дальтоником, был уверен, что он собирает кубик Рубика за 20 секунд. Каждая девочка пока бежит по дорожке своего цвета. Бежит, скребётся, ползёт. Стала сдавать позиции наша Карина. Что произошло? Я не понимаю. Что, почему? Что случилось? И она первый. Первый падает. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ползёт и американка, и китаянка, и все ползут, только нашей нет. Непонятно. Непонятно. Белорусска заканчивает дистанцию последней. Плохо, плохо, Карина Багдасарова. Мы сразу идём, разгребая участников. Идём и посмотрим, что произошло. Доктора тебя. Карина. Доктора. Карина. Что случилось? Мне кажется, просто с дыханием, может быть, что-то случилось, потому что здесь сложный конкурс. Из-за сильной физической нагрузки Карина Багдасарова потеряла сознание. В первые секунды после конкурса заслуженная артистка России не подавала признаков жизни. Это вызвало шок у всех окружающих. Пришла в себя знаменитая дрессировщица, когда её вытащили из бассейна. Что случилось? Да там очень, там дышать нечем, вообще очень сложная штука. Нормально, нормально. Как вы по очкам? Нормально, переживаю. И потом попью, спасибо. Да, нормально. Человек не спортсмен, да, вот не такой силы характера человек, женщина. Она бы просто отпустила и бросилась. Но Карина, она боролась до последнего. До того, что, до такого момента, что она могла умереть на этом месте, но она понимала, что на неё смотрят те, что она не может проиграть ещё. Тем более, что у нас критически ещё. Тихо, 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 тихо. Всё нормально, не брызгай. Всё нормально, всё нормально. На четыре дышим, дожди, на четыре дышим спокойно. Тёплый чай, чуть-чуть сам. Тихо, тихо, ногу не пей, всё. Всё, да, да. Всё хорошо. На четыре. Сколько очков у нас? У нас отлично всё. Правда, скажите, я просто думаю. Всё хорошо. Вопрос от человека, который только что пришёл в себя, ну как, мы проиграли, звучит, вы знаете, звучит до мурашек трогательно. Ты чуть Богу душу не отдала. И спрашиваешь, проиграли мы или нет. Ну, проиграли. Ну что, ну так получилось, так получилось. Что делать? Не надо. Ну, невезение, это невезение. Оно не на тебя распространяется, к сожалению, на всю нашу команду. Ты вначале настроилась, что сейчас отдохнула. Да. Как-то мне бы хоть минутку, я бы... Всё, успокойся. 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 Спасибо, мам. Так, дамы и господа, после тяжелейшего конкурса с ладо, с пеной, с потерей сознания, мы с вами подводим итоги всего сегодняшнего дня. А пока итоги прошедшего конкурса. Они таковы. Один балл России, два балла Соединённые Штаты. Три Белоруссия, четыре Китая. Таким образом, на финальном рубеже мы будем стартовать с отметки 10 баллов. Увы, всего 11 баллов Соединённые Штаты, 13 Белоруссия и 18 Китай. Это хорошая фора, хорошая фора. И ой, как тяжело придётся ребятам на финальном рубеже горки. Я верю в наших атлетов. Я верю в то, что они, ну если не выиграют для нас победу, потому что отрыв от китайцев, на мой взгляд, великоват. Но, по крайней мере, очень надеюсь на вторую позицию. Будем болеть. И ребята, я думаю, сделают всё, что смогут. Вот и всё. Финальный конкурс Большого полуфинала. Больших гонок сезона 2009 года. Мы стартуем с отметки 10. Нам будет очень и очень тяжело. Это решающее испытание. Трём представителям от каждой команды с помощью шеста необходимо подняться на вершину горки. Благодаря очкам, заработанным в предыдущих конкурсах, участники стартуют с разных позиций. Тот, кто придёт к финишу первым, принесёт победу своей команде. Всем-всем-всем я знаю, удачи. Именно те, кто заявлен на финальный рубеж. Кандидат мастера спорта по спортивной гимнастике Андрей Акимов. Мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике Сергей Башкин. И мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике Борис Станогин. Ни пуха, ни пера. Я очень надеюсь, что атлету, который выйдет на этот снаряд, удастся всё-таки брать по нескольку сразу этих зубцов и опередить такие. Ну и встать, пожалуй, на первое место в лучшем случае. Но всё-таки обогнать хотя бы две страны. Глядя на эти мышцы, я понимаю, что у нас ещё есть шанс. Я смотрю на эти руки, и я понимаю, что шанс ещё есть. Давайте. Если гимнасты соберутся, то они вернут нам победу. Итак, Оливье Ганьян приглашает спортсменов четырёх великих держав занять боевые позиции. Несколько секунд отделяет нас с вами от понимания, что нам принесёт сегодняшний вечер. Три, два, один. Танц-старт. Андрей Акимов финиширует, но очень велик. Слишком мы далеко отстаём. Китайцы идут очень хорошо. Но Серёжа Башкин делает невозможное. Шаг за шагом сокращают разрыв. Китайцы уже финишируют. Нет, боюсь, уже не догнать нам китайцев. Китайцы финишируют первыми. Вторыми финишируют. Увы, белорусы. И лишь третьими финишируют Россия. Нужно признать, что противник был сильный. Но, как говорится, на следующей неделе мы сможем взять реванш. Бывают победы, бывают поражения. Но всё равно Россия, у нас больше всего очков по победам. Я думаю, что мы всё-таки в финале отлично. Они молодцы, они начали совсем с непростой позиции. Они почти заняли второе место. Это было видно. Молодцы. Вы видели последний этап? Вы что, я считаю, что мы одержали победу. Я вот этого не видел. Морально очень было тяжело. И ребята с этой задачей справились. Проигрыш в полуфинале. Кто-то опустит голову, а кто-то, грубо говоря, справит плечи. Ну что ж, проиграли, чтобы блистать завтра. Посмотрим, кто окажется прав. Удачи вам, любви и терпения. Всё, пока. Пока. Более полутора миллиардов телезрителей. Сотни сильнейших спортсменов. Четыре великие спортивные державы. И только один победитель. Кто им станет? Россия, Америка, Китай или Белоруссия? Всё решится на следующей неделе. Не пропустите. Вас ждёт грандиозный финал больших гонок. Мы отдали все силы для победы. Мы изнывали от боли полученных травм, но не опуская головы шли вперёд. Избранная российская команда во главе с легендарной девятикратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Ларисой Латыниной выйдет, чтобы противостоять натиску соперника. И в главной битве уходящего года доказать миру, что наша страна, как никто другой, достойна Кубка Больших Гонок 2009. Смотрите захватывающую игру. Болейте за Россию.